1 декабря – последний день уплаты имущественных налогов за 2022 год. Времени, чтобы успеть их заплатить, остается не так уж много. Если вы до сих пор не получили налоговое уведомление и не знаете сумму начисленных вам налогов, посмотрите следующий материал выпуска. Представитель Федеральной налоговой инспекции России номер 11 по Краснодарскому краю Елена Казанцева подробно объяснит всю необходимую информацию, касающуюся получения налоговых уведомлений и способов уплаты налогов. Уважаемые налогоплательщики, Межрайонная ФНС России номер 11 по Краснодарскому краю обращает ваше внимание на необходимость уплаты имущественных налогов до 1 декабря 2023 года. Физические лица уплачивают имущественные налоги на основании уведомлений, сформированных налоговыми органами. Налоговое уведомление может быть направлено налогоплательщику по почте, заказным письмом или передано в электронной форме в личный кабинет налогоплательщика. Наиболее оперативным и удобным способом получения налоговых уведомлений является личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. С помощью личного кабинета налогоплательщик может контролировать состояние своих расчетов по налогам, получать налоговые уведомления, направлять заявления на получение налоговых вычетов, оплачивать налоги, представлять налоговый орган сообщения, уведомления, заявления о предоставлении льготы или подтверждении права на вычет, заполнять и предоставлять декларации по форме 3 НДФЛ. Возможно также узнать перечень банковских счетов в открытых кредитных учреждениях, а также получить другие услуги. Получить доступ к личному кабинету физического лица можно одним из следующих способов. Первый способ – с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Регистрационную карту возможно получить в любой инспекции Федеральной налоговой службы России. Второй способ – это с помощью сайта Федеральной налоговой службы путем авторизации через пароль от единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме того, с 1 июля 2023 года налогоплательщики, физические лица могут получать налоговые уведомления для уплаты налогов в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. Начать получать уведомления через единый портал государственных и муниципальных услуг возможно в любой момент, вне зависимости от наличия доступа к сервису Федеральной налоговой службы России, личный кабинет налогоплательщика. Для того, чтобы получать уведомления через госуслуги, необходимо выполнить два условия. Первое условие – налогоплательщик должен быть зарегистрирован на портале государственных услуг. Наиболее доступным способом регистрации является обращение в отделение МФЦ. Второй способ – это через портал государственных услуг Российской Федерации необходимо направить уведомления о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме. Для получения уведомлений на оплату налогов через портал необходимо войти во вкладку портала «Документы», выбрать «Доходы и налоги» и нажать на ссылку «Налоговое уведомление» «Подключить». Согласие на подключение подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью. Для формирования подписи налогоплательщику потребуется скачать приложение «Госключ» сформировать подпись «Госключе» возможно бесплатно. Таким образом, оперативно получить налоговое уведомление в электронном виде возможно в личном кабинете налогоплательщика физического лица, получив регистрационную карту в налоговой инспекции, либо авторизовавшись паролем от Госуслуг, а также в личном кабинете Госуслуг, предварительно подключив уведомления. Кроме того, в Федеральной налоговой службе реализован сервис «Информирование о задолженности». Данная услуга предоставляется бесплатно. Подписку к услуге возможно оформить дистанционно. Информация о задолженности предоставляется службой ежеквартально. Подписка к услуге позволяет контролировать актуальное состояние расчетов, а также позволяет предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений. Услуга предоставляется только при получении согласия. Физические лица могут подать согласие об информировании о задолженности по почте, лично, а также посредством личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. Дополнительная информация доступна по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 800 222 22 22, а также по многоканальному телефону 8 86 146 479 79 добавочный 5359. Звонок бесплатный. Уважаемые налогоплательщики, налоговая служба призывает своевременно оплатить имущественные налоги за 2022 год, а также погасить задолженность прошлых лет. Редактор субтитров А.Семкин